Три дня испытаний более 1200 участников со всей страны. 14 июня в Санкт-Петербурге завершился пятый юбилейный всероссийский конкурс «Проектный руководитель». В числе лучших проектных лидеров оказался химчанин Евгений Титинок, директор по управлению проектами Банка ВТБ. Были созданы четыре кейса. Это живые кейсы правительства Санкт-Петербурга, которые прямо насущны и проблемны. Были выданы определенная вводная часть проблематики этих кейсов. Задачей команды было, во-первых, не просто предложить решение, а оформить это в виде проекта. Проект – это инициация, это бюджет, это ресурсы, это оргструктура проекта. На выполнение задания – сутки. За это время у нас проходило два управляющих комитета, на которых жюри нас очень сильно и очень серьезно подвергало критике, давали хорошие рекомендации и иногда казалось, что мы вообще в этом деле ничего не смыслим. Помимо основного решения, предоставленного кейса, отмечает Евгений, перед командой стояла задача правильно раскрыть потенциал каждого участника группы и направить его в нужное русло. Руководитель проекта – это как раз тот человек, который старается раскрыть потенциал каждого, привнести что-то важное, нужное и существенное в этот проект, чтобы и проект был не разрозненным, а единым целым. И это достаточно сложная задача. Но опытный управленец с ней успешно справился. Вначале объявляют тех, кто вышел, кто финалист. И поэтому ты смотришь на людей, прошел один, прошел второй, это не ты, это не ты. Вот скоро, когда буду ли я следующим или я буду последним, лучше быть последним. Собственно говоря, мне это удалось. В качестве приза за место лидера статуэтка на память и главное – международный сертификат IPMA, подтверждающий квалификацию и сертификат Ассоциации проектных руководителей. Само обучение сертификата – это стоит денег. То есть это, скажем так, бесплатная возможность, бесплатная возможность сертифицироваться. Кроме того, отмечает Евгений, Всероссийский конкурс руководителей проектов в Санкт-Петербурге дал возможность обзавестись полезными знакомствами. Этот конкурс создает большое и очень сильное профсообщество. Мы в этом профсообществе обмениваемся информацией, различными инсайдами, мы консультируем друг друга, даже обмениваемся кадрами, которые могут попадаться кому-то в востребованность. Конкурс «Проектный руководитель» – колоссальный опыт для каждого руководителя проектов, уверен Евгений. Компетентное жюри укажет на ошибки и недочеты, даст советы, которые в дальнейшем помогут на практике. Организатором этого конкурса является президентская академия, которая не только учит студентов, но и создает, развивает руководителей государственного управления и дает новые возможности для развития проектного управления. Орг-председателем данного конкурса является Наталья Горгуша, это директор развития цифровой трансформации Института Ранхис. Участие в конкурсе доступно абсолютно любому желающему специалисту. Подать заявку можно абсолютно бесплатно. Евгений Титинок признается, с удовольствием бы повторил этот опыт, но участие в следующем году не планирует. Самое время с новыми силами возвращаться в работу. Каждый руководитель проекта – это тот человек, который работает для достижения каких-то своих целей. И человек хочет всегда дать себе оценку. А правильно ли я делаю? Умею ли я это делать? Как я это делаю? Являюсь ли я действительно лучшим? Или есть еще лучшие, которые есть лучше меня? Вы сейчас с собой довольны? Конечно, доволен. Я к этому достаточно долго шел. Я считаю, что это очень хороший, дополнительный вех в своей жизни.